Команду прикнуть не в чем. Команда сражалась, сбилась до конца, но есть пара вопросов. Первый, почему все-таки после удаления не удалось организовать прессинг? Потому что это известно. Это постулат. Если команда играет на одного больше, она должна по всему полю прессинговать. Мы как раз и прессинговали по всему полю, когда играли 11 на 11. А психологически, наверное, такой момент, когда ты уже в голове держишь на одного игрока меньше, кто-то начинает недоигрывать. Это психология. И, естественно, здесь нужно добавить на самом деле больше в этих компонентах и добавить качество в контроле мяча. Здесь у нас возникали проблемы. И еще вопрос. Так показалось, по крайней мере, что в первом тайме Даку отходил назад и участвовал в отборе мяча, то есть помогал защитникам. Как только случилось удаление, Даку остался в центре и уже ждал свободные мячи. Я так понимаю, чтобы остаться свежим в конце. Я уже не раз говорил, что Даку играет у нас на уколах, поэтому я прекрасно его понимаю и, естественно, мы ему благодарны за то, что он выкладывается и выходит играть. Ему нужна сейчас пауза будет. Он не едет в сборную, потому что ему нужно все-таки провести несколько процедур, которые дают ему возможность, дадут возможность восстановиться. Но я бы не стал выделять один момент. Вы видели, что у нас достаточно плотно и компактно играла вся команда. И, в принципе, когда на одного стало меньше, уже нужно было оставаться на двух центральных защитниках. Поэтому он это делал. Спасибо. Андрей Памковович, Кадыш, Макулыч. Привет. У вас был эмоциональный матч, очень интересный вопрос. Что у вас случилось с Барко? Вы закусились на Бровке, он вам что-то показал, вы вам что-то сказали. Что за ситуация? Ну, в таких случаях во мне просыпается игрок. Поэтому я не знаю, как и потом, просто в мою сторону повернулся и что-то стал показывать и говорить. Ну, я ему сказал по-испански, что надо ротик закрыть и играть. Потому что в таких случаях хочешь выйти на поле. Тогда бы, наверное, таких мелких валов против него не было бы. Да. Здравствуйте, РБ Спорт. Вопрос по пенальти. Можно без эмоций, просто понимаете ли вы, за что он назначен согласно современному трактовку? Я не знаю сколько, но может быть, сейчас новый трактовок. Потому что у нас их столько много трактовок. Но я вижу, я слышал до этого, что если отскок мяча от ноги, от земли, и игрок не может ничего сделать, ну, это не пенальти. Да, он не выставляет, я понимаю, если бы прямой удар был, да, и попадает в руку. Другое дело, ну, что ему делать в этой ситуации? Он же не может убрать, я не знаю, сейчас трактовок. Поэтому я могу только вот сейчас, глядя на то, как произошел пенальти, и, наверное, спросить, поменялись, наверное, трактовки у нас. Я не знаю, потому что у нас их столько много. Ну, конечно же, для нас это единственный такой эпизод случился. Если вы возьмете целый матч, ну, я думаю, что вы не вспомните стопроцентного момента у Спартака. И еще один вопрос по судейству, если можете корректно ответить, чтобы всякие последствия, как у нас бывает. Почему? Вопрос следующий. Много шума было после назначения Карасева на этот матч, потому что в прошлой игре он получил неудовлетворительную оценку. Вы как-то знали про это вообще? А что шуметь? Назначили, и мы знаем, что Карасев один из лучших наших арбитров. Но все люди ошибаются, поэтому здесь нет ни одного, кто не допускает жизни ошибки. Кому-то от этих ошибок хуже становится, но мы не можем жить без ошибок. Жизнь, к сожалению, построена на ошибках. О чем переговорили и успели с болельщиком на трибунах, показалось, что успокоен успокаивали, что он с кем-то там... Да, да, да. Закусился на штабах? Он сказал, что его там послали, и он сказал, я могу говорить все, что я хочу. Я говорю, ну вот видишь, значит ты можешь, а тебе нет. Ну, я ему сказал, ты не переживай, я все забираю назад. Ну, а не надо дать вам должное, у вас получилось, что ли, что-то вы на плечах сработали. Ну, все, я забрал, все слова моего помощника, и все нормально. Ну, так как сегодня не было развернутого комментариев, я все-таки хочу спросить, что сегодня получилось в обороне, и что не получилось в атаке? Ну, давай сразу скажем про оборону. И только что я сказал о том, что обычно Спартак создает очень много моментов во всех играх. Напомни мне, сегодня стопроцентный момент. Ну, стопроцентный, это пенальти. Вот, стопроцентный момент. В принципе, во Вороне получилось очень много. Проблема была переходная фаза из обороны в атаку. Мы достаточно быстро теряли мяч. И здесь, конечно же, того самого исполнительского мастерства чуть не хватало. Мы видели, что у Спартаковцев те же, тот же Барба, тот же Зомнин, тот же Медина, тот же Банганда, Гугальда, они достаточно быстро и качественно обращаются с мячом. Но вот этот компонент у нас не получился сегодня. Поэтому, в принципе, если брать по игре, то это ничейная игра. Ничейная игра. И на футболе случается с таким моментом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!